Всем привет! Мы сейчас в северной Талии. Город Падуя. Ориентир Падова. Сегодня дождь обещали. Суббота. Поёт костёл. Нельзя заходить группами с наушниками. Когда происходят молитвы. Но мы сейчас как-то пойдём маленькими группами. Так. В городе проживает 100 тысяч. Здесь можно в этом городе встретить остатки зданий ещё Римской империи. 10 века тут можно римских встретить. Вот смотрите. Кунигас. Что-то тешит. Сам город так он был после римлян в 10 веке разрушен, а уже начали приводить в порядок его в 19 веке. В 19 веке в 19 веке В 19 веке Базилика. Базилика. дистанта юстина вообще огромная по идее сам в италии хорошо я расскажу про северную италию чем он отличается от южной здесь людям не имеет много незарегистрированного оружия охотятся в лесах так тут есть зайцы и лисы есть налоги в этом регионе на тень допустим если вы имеете магазин и решили сделать навес и он затеняет улицу вы заплатите налог если у вас есть лестница который выходит на улицу вы заплатите налог за эту лестницу эти две-три ступеньки которые выходят на улицу наши разбрелись по всей базилии типа не туристическая группа а просто ходим вот они все наши а уже на выход все еще ими так это его детям нельзя пропускать уроки в школе в этом регионе даже уйти с урока если хотите уйти с урока нужно чтобы родители писали директор объяснительную допустим также здесь северной италии намного больше прошиточный минимум меньше безработицы допустим если в южной италии 1000 евро это хорошая средняя зарплата здесь это считается такая бомжатская уже северная италия также в этом районе вырубили средние века все леса поэтому поменялся климат сейчас леса выращивают двух типов здесь но пока не успешно а я виситян велбек тя красный красный дорого нужно нажимать того леса садят двух типов одни для бумаги другие сажают ну чтоб ветра не было против ветра чтобы климат сделать как раньше был все дневика ну вот здесь уже в этом северном районе уже встречаются итальянцы голубоглазые и высокие красивый кадр сейчас по центру быстренько пройдем блин а ты что случилось она уже плачет а домой не хочет не снимаю очень много попрошаек не хочу снимать даже что-то бубнят бубнят вот так же меня удивил налог на собирание грибов здесь в лесах растут боровики ну как в лесах тут степь после того как был введен налог на воздух вы стали меньше дышать вводится новый налог насадки за обыкновенный дождь 100 лир за проливной дождь 200 лир с громом и молнией 300 лир так вот если вы собрались в лес по грибы по барвике вы должны это башня лавка в италии сигареты не продают в магазинах продуктовых отдельные лавки раньше с под прилавков продавали так вот если вы собрались в лес по грибы нужно кому-то там сообщать что вот в лес едете заплатить налог приехать в лес и найти один боровик допустим цены я в каком-то видео указывал на боровики было 23 евро также есть продажи сушеные боровики самокатчиков много но в общем наш регион уже похож и климат похож также в южные виталии гранатов гранатов не видел деревьев гранатов тут их полно вот эти все дороги вот эти вот между городами между областями их раньше вообще не было были каналы и люди передвигались по каналам так как ни у кого не было лошадей ну как ни у кого а потом это все засыпали сделали дороги а почему такие высокие колокольни в районах вот в городах это раньше маяки были сухопутные на люди часто выходя из дому могли заблудиться допустим пошел в лес и все при том такая была погода что ну туман такой был и в эти маяки с колоколем ну зажигали к скану свет от свечи и звонили в колокола по выходным а там музыка была по будничным дням совсем другой был колокольный звон прикол люди в куртках ходят тут уже зимних а я в майке с южной италии приехали там утром уже уже 29 где-то а тут сказали сколько градусов 15 ну не знаю мне жарко допустим ну что еще хотел сказать картина по старину ну вот в старину у людей не было часов колокольный звон с башен каждый час людям во всех районах сообщал сколько времени сейчас допустим еще говорят в италии есть три сорта три сорта вина хорошая лучшая и офигенная она сами ли учиться четыре года самое оригинальное вино это 11-12 градусов если будет меньше или больше это это подделка сделано для туристов так что в литве имейте ввиду тоже если хотите настоящее вино сухое должно быть 11 11 процентов и на бутылке должна быть надпись док док это контроль качества очень трудно в италии получить такую надпись на бутылку там ваши предприятия должны были проверить и мелкие предприятия которые выпускают домашнее вино им очень трудно получить водово очень трудно получить этот сертификат и эти вот буквы на бутылку вина очень много тут скульптура с надписью Святой Патрик они тут его очень благодарят на святого на сувенирах им часто покупают что была надпись Сте Патрик Сейнт Патрик еще еще лавочка в этот район залетают перелетные вороны которых итальянцы раньше истребляли а еще раньше вообще вообще ели так как они считали что вороны им склюют весь виноград могу сказать что гид говорит гид конечно же говорит про это все здание Швентос Антанас Падула Кокос местный Дракон как у нас прям в Клайпиде вообще я считаю что северная Италия очень много налогов платит потому что южная не платит южная Италия платит мафии даже за вывоз мусора платит мафии и чтобы пополнить бюджет итальянский с людей больше гребут с жителей на северной Италии в общем известного университета в общем тут до этого известного университета итальянского час ехать не ехать бежать час на самокате ехать на городской скорости и все решили что нафиг нам этот университет вообще и решили мы три часа здесь погулять еще такой прикол друзья когда мы вот вчера были в темпе Вальса пробежали какой-то город что название вообще не запоминается и никто сейчас спрашивали наших никто не знает потому что я магнитик не купил и тут снимать нельзя хорошо вот и очень много попрошай и на поимку отчитала англическая версия и на поимку отчитала англическая версия закрыта уже дарита курение уже дарита курение сапол а в эту базилию со всей Италии перевозят фотографии болельщик детей и вешают на эту стенку сейчас все на рынке так вот смотрите друзья это все фотографии болеющих детей смотрите какой потолок за эту стену нужно подержаться попросить у кого попросить у Патрика здоровье у Патрика здоровье попроси а у Антана все запутаю Антана с Патрика все запутаю Антана с Патрика тепленькая парасита в корпус Антони решаю мимо белый мрамор в итальянских горах добывается даже экскурсии для туристов делают как добывают этот мрамор а еще в этих вот горах которые тут есть очень много генеральных источников тоже экскурсии делают есть курорты эти вот термальные будуси вот вот свое желание нужно написать желание если как насчет здоровья заполнить и бросить в урну и и и и и и и то есть то есть молодого вязки средних веков потолок и 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 еще одна книжка какая-то есть и и Это вот Свято Антонио? И в Итальяно. В Итальяно. Знаки везут, что нельзя тут вот с камерой. С камерой нельзя вот этот знак. И с фотоаппаратом нельзя тоже. И вроде экскурсия нельзя. Также нельзя в шортах заходить. И в майках, у которых нет рукавов. Что тут писать на стенах? Время. Служба. Это святое место. Даже когда службы не проходят, все равно с камерой нельзя. Там, где я только что показывал то, что святое место для всех итальянцев. Хотел тут с камерой перейти. А там сидит универс. Потом там есть настоящая плащанина. Остатки Святого Антонио. И, в общем, запретил мне ее снимать. Почему-то. Вот. Бронзу. Голову обтерли. Уже блестит. Город, который вчера к раннему проезжали и бегали, называется Специя. Здесь, как в поезде, надо в масках ходить. Так, и это святое Франциско. Попоем. Выходим. Знаете, как, друзья, как итальянцы сейчас, ну, видно это после карантина, здороваются и прощаются. Даже женщины с мужчинами на кулаках. То есть, не руку дают, а кулаком так, хопа, друг друга. Типа, привет, пока. Лина! Мы, друзья, не будем тут гулять. Какой-то центр некрасивый. Мы вам покажем рынок. Лучше цены, рынок. Так что идем обратно. Нам с Линой больше всего, из всех экскурсий, понравился монахский район Монте-Карло. И у меня такое было убеждение, ну, предчувствие, что у нас туристический район Монако, это на горе, где дворец стоит, отвезут. Там погуляем и все, а в обычное Монте-Карло нет, не повезут. И мы там сказали, ну, этой начальнице, мы туда вообще поедем или нет? Она говорит, ну, может быть, если место будет для автобуса. И потом всех спросила, говорит, вы хотите в отель? Все говорят, нет. Ну и, короче, пришлось ехать. И самое красивое видео наше будет именно с того места, где мы сами, ну, как сказать, попросили. А может быть, это я так наговариваю, тогда извиняюсь. Самый лучший клип у нас будет Монте-Карло, будет называться. Что-то Алина уже для мамы выбрала. А я рожанчусь. Ну, дождя, как-то рожить. Да, дождя. Сейчас же сломаешь. А я ж сапога. Такой. Там наши, наши видел, пошли туда куда-то. Не, мы не пойдем. Мы потом не успеем прийти. Что-то игнор. Вертайся, ты его ж. Что-то зеркал. Что-то зеркал. Вертайся, ты его ж. Что-то зеркал. О, креветки. И в Мидии 3,80 за 100 грамм. Кусочек пиццы. Длина. Речка какая-то, городская. Элитоканал. Хотя к этому региону не очень, но вот я сейчас скажу, что итальянцы, когда очень жарко, пьют разбавленное с водой вино. И вот тут уже, как я в другом клипе говорил, голубоглазые итальянцы уже. Высокие. Много. Это круг какой-то. И много скульптур. Ну и что, итальянская мебель они делают. Она первая в Европе. Вот такой круглый канал с истуканами и вокруг этого канала рынок. Ну что, цыганок много видел, которые под итальянок косят. Хорошо одеты. так что, если к вам подойдут с какими-то вопросами, лучше с ней вообще не разговаривать. Пока одна будет зубы заговаривать, другая может быть и кошелёк у вас отожмёт. Круг пройдём. Базара этого. Лошадки. Так, и... Так что, друзья, кто вот хочет вот... А, ну, продукты. Продукты Тора. Мы же снимем. Два видео. Половка. Добрый день, друзья. В этом видео мы покажем рынок, базар, одежды. Ну и это самое... Овощей, фруктов в Падуе. А ещё другое видео. Мы погуляем по городу. Посмотрите, какие виды. Сейчас вот я разверну камеру. Вот, посмотрите. Там за мной... Это... За мной вот здание. Это будет другое видео уже. А я знаю, что тут Ирина крутится. А тут рядом магазин. А чек дали тебе? Дали чек? А я жил. Да. Ну, покажу людей, как я люблю показывать. Вон таксюкас идёт. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Сейчас собачек поснимаем. Ну, видно, что при бабле люди. Вон он. Сколько татуиров понаделал. Вот думал, когда проезжали мимо, что это гранаты вот маленькие. А это большой шиповник у них такой. Не судьба мне гранатовую веточку взять. Вот, рандом нас вернули в нетуристический, так сказать, квартал. И что мы тут видим? Три семёрки. Почему машин нету? Все закрыты. Гаражи только какие-то. Заборы офигительные. Ещё, наверное, со средних веков. Прикиньте, кирпич. Раньше размеры маленькие были. Вообще, кирпич, форма кирпича под размеры руки. Чтобы строителю удобнее было кирпич брать. Но какие-то старинные кирпичи маленьких размеров. Потому что, может, руки маленькие были у итальянцев. Пальцы пошли. Кстати, видели много, как итальянцы на красный свет на дорогу переходят. Допустим, человек, который включает, он... Кого-то спешит, очень. Все стоят, смотрят на него, а он идёт. И вот пипикают на эту улицу, пацаны. Пипикают. Это вторая сторона рынка. Тоже вот... Гранатик. Один. Сколько он стоит? Алина спёрла маленькую ветку гранатика. Но я видел, что продавец другому продавцу сказал. И стали смотреть. И потом, ну, вообще отвернулись от неё. Потому что видят, что туристка, видят, что... Это вот веточка. Веточка. Дерево не будем покупать по-любому. А веточка нужна для прививки. Маленькая. И вы так сделали вид, что типа не замечает. Потому что... Но как по-другому сделать? Нигде вокруг гранатов нету. Только за заборами у этих самых... У жителей частных домов. Я говорю, я... Я хотел попросить вообще... С Тожиком, я вообще сюда пришёл. С Рассладным. Попросить хотел продавца за евро, чтобы он мне веточку обрезал. Красиво поёт. И играет тоже. Ну что... До новых встреч, Италия. Сейчас расплачусь. Всё покажу. Ну вот, закупились в испанском спаре. Такой магазин... Торговая сеть, вернее. ПОЕТ Ну вот. Музыка. Музыка. Здесь экскурсии посмотрите, в Монако часы купил, да инота, ладно, шучу, ребята, шучу, это китайская подделка, не, не китайская, батарейку купил для них варта, 6 евро стоило, не знаю, 5 евро, 5 евро, 5 евро, Батарейка, какой посыпи с Италишкой, какой-то видел дворец высокий, вот сейчас на мосток поднялся, его даже и не видно, сейчас, там вот вдалеке, мы так и не сняли, нет времени, какие-то башни, вот видите башни, вот они, башни, что там такое? Так, ну что, здесь нет осталось, и прощай Италия, не хочу. Я почему-то остановился, друзья, знаете почему? Потому что скопление, вы мне говорите, экскурсанты. Наши уже до автобуса идут, у всех настроение такое не очень, не хотят, не хотят в Литву возвращаться не хотят. Идет медленно. Медленно идут, чтобы еще так в этой Италии побыть, хотя бы еще минуту. Вот что у нас сейчас нас ждет, марш-пробег, 800 километров без остановки до Чехии, до городка Брно. О, в Сербии автобус, смотрите, сколько автобусов, сколько туристов автобусы завезли. Кемперы. Немцы, румыны, сербы, поляки, в общем. Ну все, друзья, до новых встреч, показали эти все пофилики, центр этот вот, до новых встреч.